Не хочу быть собакой. Добрая и смешная сказка о том, как маленькая собачка Мотя вдруг поняла, что больше не хочет быть собакой. Не хочет никого кусать, хватать за ноги и прыгать через веревочку хозяина, который решил обучить ее трюкам с тем, чтобы деньги зарабатывать. Собачка хочет любить, желание, понятное каждому человеку. И вот она совершает поступок, уходит на свободу. Каково же было ее удивление, когда выяснилось, что на ее место претендует петух и кошка. Оказывается, что каждый недоволен своим положением и хочет побывать в шкуре другого. Вот и решают животные поменяться ролями. Благотворительные спектакли для детей из многодетных семей и реабилитационных центров проходят в образовательно-досуговом центре «Октябрь» каждый месяц. Детская студия при Театре юного зрителя под руководством Галины Жигуновой нередко принимает в этом участие. В школе в Ходьково будем играть благотворительных два спектакля. Там ребенок, ребенка укусил клещ, и у него отнялись ручки и ножки. И вот мы будем играть два спектакля для, да, благотворительные спектакли, вот в помощь вот этому несчастному ребенку. В настоящее время в студии при Театре юного зрителя занимаются ребята от пяти лет и старше. У юных актеров, в том числе тех, которые исполняли роль в спектакле «Не хочу быть собакой», грандиозные планы на будущее. Уже сейчас они выходят на большую сцену и исполняют главные роли. В прошлом году у нас было новогоднее выступление в Театре имени Вахтангова. Вот я там исполняла роль Арабеллы, главная роль. Она пиратша, вся такая заводная. В будущем я поступаю в Чукинское театральное училище при Театре Вахтангова. А в самых ближайших планах у ребят подготовка к Новому году. Для своих зрителей они готовятся представить сказку. Волшебные часы, хранители времени. Татьяна Сташенко, Ирина Самойлова, Илья Рещиков. День города.